В эфире программа День Города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании Город. Главная тема дня. Метальки Припяти. Сегодня 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. История одного из ликвидаторов в нашем сюжете. Выиграл, заплати. В управлении налоговой службы заявили о проведении специальной декларационной кампании. Чистый Аврал. Дирекция благоустройства усиленно готовит город к майским праздникам. Сегодня важная дата для всего мира. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате взрыва на четвертом энергоблоке станции. На ликвидацию последствий направили почти 300 тысяч человек, две с половиной из которых были рязанцы. К месту катастрофы они прибыли одними из первых. Когда едешь по зоне, конечно, первое ощущение, вы знаете, населенные пункты, тишина, тихо. А этот месяц уже был март, апрель, как раз я ездил, аисты. И везде тишь. На ту самую зону отчуждения Анатолий Панкратов попал в 87-м. Ему было всего 28 лет. Сержант запаса работал составителем поездов на станции Стенькина-2. Когда пришла повестка, долго не думал, говорит Анатолий. Надо, значит, надо. В городе Рыбное сформировали железнодорожный батальон из 560 рязанцев. 19 марта они приступили к работе в зоне отчуждения. Работа батальона заключалась в укладке железнодорожных путей, непосредственно прилегающим к энергоблокам, к первому, второму, пятому. На промплощадке работа велась в районе Рыжего леса. Батальон буквально жил в зоне. Дислоцировались в поселке Ильинцы. Это 15 километров от места аварии. Вокруг тот самый Рыжий лес. Такое название он получил из-за цвета листвы и хвои, который изменился из-за радиации. Работать приходилось по 10 и больше часов. Про защитный костюм от радиации вспоминает со смехом. У нас защита была общая, войсковой костюм, лепесток и вот как и все. Больше ничего, бушлат. Больше только вот этой химзащиты, которая у нас была, только спасали. Ну, естественно, иной раз, когда приезжали и лепестки снимали, молодые горячие еще были на тот период приходилось. Но первое ощущение, конечно, когда попал в зону, это першение в горле. Батальон работал группами по 20-30 человек. И внимания на радиацию фактически никто не обращал. Когда вернулся, в военном билете дозу облучения написали, говорит, чуть ли не наобум, 5,47 рентген. По ощущениям, организм будто парализовало. Восстанавливался потихоньку, буквально шаг за шагом. Через полгода после возвращения получил вторую группу инвалидности. Мне пришлось свои законы и права отстаивать и в районных судах, в областном суде, в Верховном суде, в Президиуме Верховного суда, в Конституционном суде. Я был представителем в 2000 году. И я писал письмо в Европейский суд, еще тоже писал по правам человека. Благодаря сплоченности коллектива рязанцев-ликвидаторов, говорит Анатолий, Союзу ветеранов России законное право удалось отстоять. Объединились, как тогда, в конце 80-х, чтобы вместе ликвидировать последствия крупнейшей аварии в мире. Кто, если не мы, на тот период надо было ликвидировать? Ребята трудились с честью и хвала. Это отдать должное. Просто все, своевременно выполнили все задания, которые были возложены на батальон. Анатолий говорит, что сейчас около 60% его сослуживцев умерли. Батальон проложил 22 километра подъездных путей. Анатолий предполагает, что планировалось, видимо, возвращение людей в города после ликвидации. Но за 35 лет с момента строительства ни один вагон по этим путям так и не проехал. Всего в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало 2,5 тысячи рязанцев. По подсчетам СМИ, в живых осталось только полторы тысячи. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новая декларационная компания в этом году должна побудить жителей региона ответственно представлять налоговые декларации по НДФЛ и уплаты налога. Об этом сегодня журналистам заявили в Управлении налоговой службы Рязанской области. Кого коснется дополнительная компания, расскажем далее. В большинстве случаев налог на доходы физических лиц автоматически удерживается с заработной платы сотрудника работодателем. Но в ряде случаев физические лица должны все делать самостоятельно. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, адвокатах, тех, кто оказывает частные услуги на дому – маникюрщицах, массажистах, парикмахерах. К категориям тех граждан, которые обязаны задекларировать свои доходы за прошедший календарный год, относятся прежде всего те граждане, которые получили доходы от продажи имущества, которое было у них в собственности менее минимального срока владения. Это либо три года, либо пять лет в зависимости от вида имущества. Кроме того, декларируют свои доходы граждане от продажи ценных бумаг, от продажи доли уставного капитала в организациях, от сдачи в наем квартир, комнат и нового имущества. Это выигрыши различного рода, то есть это выигрыши в лотерее, в букмекерской конторе, в каких-то автоматах игровых. Декларируются доходы от полученные в порядке дарения от лиц, которые не являются близкими родственниками. Время чья для подачи декларации – 4 мая. Оплата не позднее 15 июля для опоздавших штраф. А их, кстати, немало. В прошлом году таких вот забывчивых набралось почти на 4,5 тысячи человек. После налоговых проверок сумма доначисленного налога составила почти 77 миллионов рублей. Общая сумма декларации формы 3НДФЛ составила 78 тысяч. Общая сумма налога – 407 миллионов рублей. При этом подать декларацию можно, не посещая налоговую физически. В электронном виде самый удобный способ, самый оптимальный вариант для того, чтобы отчитаться о своих доходах. С помощью официального сервиса Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Этот сервис доступен на нашем сайте. Подключиться к нему можно в любой налоговой инспекции Рязанской области. Тут экстрадиториальный принцип действует. Ну и кроме того, всегда есть возможность сформировать свой личный кабинет физическому лицу с помощью учетной записи портала госуслуг. В части льгот, как и в прошлом году, будет применен беззаявительный или проактивный порядок предоставления льгот и вычетов. Проверить наличие или отсутствие льготы можно с помощью сервиса «Справочная информация о справках и льготах по имущественным налогам». Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Дирекция благоустройства города продолжает готовить Рязань к майским праздникам. Параллельно с уборкой парков и скверов моют и чистят не только памятники, но и мемориальные таблички. Где и сколько? Валерий Седов. Работы по очистке памятников от пыли и грязи начались с раннего утра. Сейчас сотрудники дирекции благоустройства города вовсю трудятся на аллее Росгвардии. Здесь установлен памятник сотрудникам и военнослужащим войск Нацгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. Его очищают и наносят в спецсредства. Этим же утром работы проводились у памятника Надежде Чумаковой, бывшей градоначальнице. Приурочили к приближающейся дате – дню рождения. Всего же сотрудникам дирекции благоустройства города предстоит очистить 13 памятников и 60 мемориальных досок. Уже чистые памятники Циолковскому, Уткину и Аксенову. Однако предстоит помыть до блеска не только сами фигуры и постаменты. Уборка прилегающей территории, непосредственно уборка ближайших территорий, покраска в мемориальных парках, где есть у нас памятники, лавочек, приведение в порядок, к сожалению, пришедших в негодность из-за актов вандализма некоторых обелисков, в том числе в Карцево. Будет он приведен тоже до 29 апреля. Дедлайн городским службам обозначен до 29 апреля включительно. Как раз в эти же дни финиширует весенний месячник по уборке Рязани. Пик половодия в Рязанской области пройден. Мы наблюдаем понижение уровня воды на всех реках региона. Об этом сегодня заявил руководитель Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Рязанской области Сергей Андреев. О таком развитии ситуации полковник внутренней службы рассказал после облета территорий. Подробности далее. В этом году большая вода пришла в Рязанскую область как-то тихо и незаметно. Также незаметно она и отступает. Уровень в Оке уже стал ниже на 4 сантиметра. Сегодня еще подтоплены три низководных моста в Скопинском, Спасском и Шиловском районах. Три участка дорог в Рязанском и Ермишинском районах, а также 35 приусадебных участков в самой Рязани. Остаются отрезаны три населенных пункта в Шиловском и Рязанском районах. Для доставки жителей села Заокское от пристани до населенного пункта продолжает работать плавочий транспортер ПТСМ Главного управления МЧС России по Рязанской области. В целях контроля обстановки, связанных с прохожением весеннего половодия, проведена авиаразведка на территории Рязанского и Спасского районов. По итогам авиаразведки угроз не выявлено. Половодие развивает в соответствии с прогнозом. С высоты птичьего полета отчетливо видны контуры разлива. Объективно не так критично, как могло бы быть. Снижение уровня воды сотрудники МЧС наблюдают сегодня практически на всех водоемах. В реке Проне, например, он упал на 4 сантиметра. У города Скепина в реке Верда на 3. Скорость отхода станет выше с установлением солнечной погоды. А ее синоптики обещают со следующей недели. Еще чуть менее века назад бальные танцы были оторваны от широких масс и являлись привилегией высшего общества. Шик и изящество, платья и фраки, дамы и кавалеры – все это ассоциировалось с роскошью и недоступностью. Сегодня натренировать координацию, а затем блистать на паркете может каждый. Главное, как считают в танцевальном клубе «Созвездие», быть готовым к кропотливому труду. Инна и Олег Кулаевы – первые рязанские танцоры международного класса. Завершили профессиональную карьеру еще 33 года назад. Но совсем из танцев уйти не смогли. Говорят, паркет не отпускает. С колоссальным багажом опыта и знаний они решили продолжить дело, но уже в качестве педагогов. Так и появилась студия «Созвездие». За эти годы супруги воспитали сотни танцоров. По сей день первые шаги на паркете в танцевальном клубе «Созвездие» делают будущие звездочки. Основной задачей нашей является популяризация, развитие танцевального спорта на территории Рязани, Рязанской области, привлечение всех слоев населения от маленьких детей до совсем взрослых. И, конечно, подготовка спортивного резерва, спорта высших достижений. Сегодня главный помощник и один из основных тренеров клуба – сын Олега и Инны Ярослав. Он пошел по стопам родителей и стал мастером спорта России, танцором международного класса. Танцы, во-первых, дают осанку, это хорошее умение пользоваться своим телом, взаимодействие в паре. То есть это партнер с партнершей или партнерш с партнером. Это очень важно. И, конечно же, желание побеждать. Категория «Бальные танцы», «Танцевальный спорт» включает три спортивных дисциплины. Европейская программа, медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп, латиноамериканская программа, самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. И двоеборье включают в себя европейскую и латиноамериканскую программы. Участие спортсменов в официальных соревнованиях дает возможность повышать свой спортивный разряд. Смотреть на «Бальные танцы» – одно удовольствие. Если там добавляют какие-то новые фигуры, вариации, то надо стараться, чтобы их делать классно. Все девчонки считают, что «Бальные танцы» – очень красивый вид спорта. Мне очень нравится заниматься этим красивым видом спорта, и мы очень любим своих преподавателей. В роскошной платье танцовщицы, изящные прически, блеск «Амней Сваровски» многократно усиливают впечатление от самого танца. Над этим имиджем в созвездии работает целая группа профессиональных педагогов. Если ребенок как бы ему это нравится, он как бы трудится, то в принципе нет. Как бы потому что они и на своих танцевальных занятиях, это для них очень важно, и они этим тоже занимаются. И Виктору, мне уже было легче вот с этим амплитудой движения поработать. «Бальные танцы», а точнее танцевальный спорт – прекрасная возможность раскрыть творческий потенциал и реализовать себя. Мы усердно готовимся к турнирам. Ближайшие турниры у нас пройдут в Москве 1 мая и 8-го. В будущем я хочу достичь класса и продолжить свою танцевальную карьеру. К тому же детки, которые в танцах стесняются меньше и с раннего возраста привыкают к соревнованиям. Неважно, какой путь выберет ребенок в дальнейшем, навыки коммуникации ему пригодятся всегда. Танцы мне дали уверенность в себе, потому что когда я езжу на соревнования перед многими людьми, мне становится уже увереннее. Я становлюсь уже увереннее и мне становится уже не страшно. Мне они дали очень красивую осанку. Это очень красивый вид спорта. И в нем всегда надо быть очень красивой, уверенной. Танцы дают мне уверенность и смелость. Когда он уже начинает танцевать, он становится увереннее и хорошо работает своими плечами, ногами, руками. Взрослым ученикам в клубе «Созвездие» тоже рады. Кто хочет экспрессии, выберет самбу. Романтичным особам понравится танцевать румбу или вальс. Танго подойдет тем, кто стремится выразить свою чувственность. А посадобль позволит разыгрывать сюжеты и проявлять свои артистические способности. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова